Петер, я должен защищать город. Скажи Финни, что хочешь вступить в подпольник. Ты же сказал не снимать маску. Не говори про паука. Поговори с ней как друг. Она на это не купится. Ты удивишься. Люди глупеют, когда речь идет о близких. Например, как ты сейчас. Если я скажу ей правду... Я сказал твоему отцу. Думал, он меня прикроет. Поможет. Ведь он же мой брат. А он от меня отвернулся. Если бы я молчал, может, не потерял бы семью. Ты знаешь, что должен делать. Так, стоит позвонить Финни? Нет. Нет. Сейчас надо помочь городу. Майлз, знаешь, сколько человек на тебя подписалось после выхода приложения? Просто пипец. Я тут кое-что подсчитал и знаю, что ты против рекламы, но ты только подумал. Нет. Ясно. Да. Никакой рекламы. Просто... Так ты нашел телефон, Финни? Да, но... Он расплавился, когда я поглотил энергию из, ну, формового реактора. Чего? И как ты не мертв? Я сначала подумал, мне кранты. А потом выпустил энергию и случился мини-взрыв. Ладно, хоть не всю лабораторию разнес. Чел, мне пора завести список твоих новых способностей. Что думаешь делать дальше? Дядя Аарон предлагает сказать Финне, что я хочу войти в подполье. Тогда я смогу забрать ну форму и помешать ей во всем. Типа... Наврать ей в лицо? Ну... Но других зацепок у меня нет. Знаешь, что нам поможет? Только не список за и против. Именно. Список за и против. На это нет времени. Согласен. Удачи. Позвони, если я буду нужен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, друзья мои, в нашем городе опять ЧП. Взрывы, обрушение моста, стрельба посреди часа пик. Счастье обошлось без жертв. Но всегда так вести нам не будет. Что если атака случилась бы несколькими днями позже? Во время так называемой бури столетия, о которой нам все время толтычат по пятичасовым новостям? Сразу начался бы настоящий петлам. Нам есть кого обвинить в этом. Включая и бандитов из подполья. Но все-таки я бы не выполнил свой долг, не заметя, что подполье, в общем, всего лишь ограбило грузовик. А потом явился мелкий пособник Человека-паука и попытался разобраться во всем самостоятельно. Что же случилось потом? Он все испортил. Этот паренек хочет быть Человеком-пауком. Что ж, у него отлично получается. Вы, кстати, заметили, что первого Человека-паука сейчас не видно. Мне кажется, я знаю причину. Он как родитель, который делает вид, что ребенок, психующий в отделе с печеньем, не с ним. Но мы знаем, яблоко от паутинки недалеко падает. Мы знаем, ты яблоко, Человек-паук. Ладно, надо действовать. Позвоню Финне и попрошусь в подполье. Привет, Майлз. Живой? Да, почему ты спрашиваешь? Ну, я видела новости про митинг твоей мамы. Все норм. Слушай, а может, кофе попьем? Почему бы не? Рядом с башней Фиска на Эдисон есть одно местечко. Там кофе без фигурной пенки. И его приятно пить, а не фоткать. Ха, понял. До встречи. Так, еще немного, и я вступлю в банду опасных преступников. Красавчик! Как ты спрашиваешь? Открываешься? Продолжение следует... Продолжение следует... ...и узнал про Рика. Мне так жаль. Что еще ты там узнал? Я хочу помочь. Но ты должна все рассказать. Мне жаль, что твоя мама пострадала на митинге. Если бы не этот новый человек по...